В НИО БелГУ прошла международная студенческая конференция «Россия и страны рабского мира. Перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры». Встречаясь с почетными гостями, Евгения Корловская, исполняющая обязанности ректора ВУЗа, отметила, что конференция должна послужить импульсом к дальнейшему развитию партнерских связей, взаимообогащению культур, увеличению образовательных и научных достижений. НИО БелГУ сегодня – это университет, открытый миру. Мы делаем ставку на наших выпускников. Наши выпускники – это аббасадоры нашего образования в стране, откуда они родом. У нас даже есть такая история, такая институция, посол Белгородского государственного национального университета в стране. Университет в целом и в частности подготовительный факультет – хорошая стартовая площадка для обучающихся из государств Ближнего Востока. В НИО и БелГУ землячество арабских стран сегодня насчитывает около полутора тысяч студентов из 14 стран. Они выбирают Белгородский госуниверситет из-за высокого уровня образования. Наш общество доверяет и высоко оценивает вашу систему подготовки кадров. И наш молодожь, им интересуется больше учиться в России медицина и инженер. Международная студенческая конференция собрала представителей дипломатического корпуса, общественных и образовательных организаций, академического сообщества российских стран и арабского мира, обучающихся из различных городов России. Проректор по международному сотрудничеству Владислав Кучмист и приветствую его гостей поблагодарил фонд поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова за предоставленный грант для проведения конференции, которые защитили студенты медицинского и юридического институтов. Я заканчивал сначала лечебное дело, медицинский институт, и сейчас заканчиваю ординатуру на терапии кафедра. И так же поступаю в аспирантуру, в кардиологию. И мне это как университет отдали очень много возможностей смещать так же как медицинский институт и так же международные отношения, чтобы крепить это отношение. Конференция проходила на различных площадках в комбинированном формате. Дистанционно подключились организации и университеты из 20 стран мира. Участники говорили об исторических и политических аспектах сотрудничества стран, о культуре как важном факторе сближения российского и арабского общества, обсуждали тему укрепления и наращивания взаимодействия в академической сфере. Наша задача сформировать в новых условиях платформу, своеобразный агрегатор международный, которая объединила бы в своих рядах представителей лучших университетов. Сформировать новые механизмы, новые протоколы взаимодействия, исходя из того, что мир становится многополярным, что меняются смыслы, начнем с того, меняются конфигурации, в том числе и в образовании. Поэтому для нас это очень важно и важно то, что мы здесь нашли единомышленников. По итогу конференции принята резолюция о многоспектном сотрудничестве, в частности об открытии в НИИ Белго Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша. Также была достигнута предварительная договоренность о подаче заявки на грант для проведения на базе современного языкового колледжа в Иордании второй международной студенческой конференции. Ее планируют посвятить международному сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Африке.